Беременная бывшая участница Алена Ашмарина загремела в больницу. Организм девушки не выдержал нагрузок. Алена уже третий день находится в госпитале. Илья Григоренко, узнав об этой новости, тут же примчался поддержать экс-возлюбленную. Будущие родители смогли уладить конфликт и, наконец, воссоединились. Ольга Бузова отвергла всех своих псевдоухажеров. «Чао», сказала поклонникам теледива. Бузова разочаровалась в мужчинах, которые пытались добиться ее сердца. По словам звезды, ни один из них ни разу не поинтересовался ее самочувствием после того, как она получила травму колена и не спросил, нужна ли ей помощь. В сети появилась информация о том, что участник телестройки Роман Гриценко занимался эскортом. Никто не догадывался, в том числе и Оля Бузова, которая долгое время охотно принимала ухаживание подопечного и в свете вскрывшейся правды наверняка успела об этом пожалеть. В сети были обнаружены стоп-кадры программы «Москва-24», на которых во время рейдерского захвата борделя попался Гриценко. Несмотря на то, что лицо молодой человек прикрыло рукой, узнать его не составило никакого труда. Сам Роман пока никак не прокомментировал слухи о своем постыдном прошлом. Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев, телезрители до сих пор не могут забыть о любовной связи Ольги Орловой и Саймона Морданшина. До недавнего времени многие были убеждены в том, что и в Москве Орлова поддерживает теплое общение с подопечным. А вот судя по событиям недавнего эфира, у Орловой появился новый фаворит. На этот раз выбор ведущей пал на Андрея Денисова. Ольга воспользовалась старой схемой и банально увезла штриха на соседний остров, даже не потрудившись придумать достойную причину, ограничившись нелепой болтовнёй о проверке взаимоотношений Андрея и Александры Шевы. Антон Шоки больше не хочет находиться с Марго Овсяниковой в одном периметре и просит вернуть его Москву. Еще недавно в сети активно обсуждали банкротство Гобозова, а теперь сам Саша поставил подобные слухи под сомнение, поведав о предстоящей покупке дорогого авто. Как выяснилось, несколько дней назад Гобозов заказал в салоне новенький Мерседес и, вопреки всем разговорам о его тяжелом материальном положении, готов выложить за покупку порядка двух миллионов рублей. Несмотря на то, что с комплектацией и цветом авто участник Дома-2 пока не определился, он уже сейчас в восторге от предстоящего приобретения. Но вот забрать автомобиль из салона Саша планирует ближе к лету. Именно до этого времени ему предстоит сделать окончательный выбор и расплатиться за покупку. Несколько дней назад бывшая участница Алиана Остиненко опубликовала в личном микроблоге пост, в котором сообщила своим поклонникам, что совсем скоро посетит телепроект. Как бы то ни было, на сегодня в сети появилась информация о том, что Алиана, несмотря на свои обещания, все-таки отказалась приезжать на шоу-разбор. Оказывается, что экс-участницу очень озадачила то, в каком свете ее могут выставить. Ведь зачастую от грязных тем, которые обсуждаются на шоу-разбор, потом весьма сложно скрыться. Да и с Сашей Гобозовым у Алианы не все так хорошо, как думают многие телезрители. Как-никак, но поклонников Дома-2 заинтересовало больше всего другое. Зрители уверены, что Алиана не приехала на шоу из-за того, что не хочет обсуждать измену Алексея Купина Майи Донцовой, которая не так давно вскрылась на детекторе лжи. По мнению фанатов реалити-шоу, молодые люди определенно что-то пытаются скрыть. Только вот что в этом еще предстоит разобраться. А большинство определенно уверены в том, что Алексей изменил Майи именно с Алианой. И многие факты уже сошлись. Спасибо за просмотр! Рекомендую предыдущие интересные ролики. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик справа внизу под видео, чтобы не пропустить следующий выпуск.